Всем привет! Давайте в этом видео рассмотрим, как делать шлем, с чего начать и какой процесс, и поймем, с чего все хотя бы начать, как это все происходит и составные откуда идут. Начнем, давайте откроем лексбокс, откроем любую заготовку бюста, вот так вот и сделаем мерчдаун, пройдем в саптулы, сделаем мерчдаун, объединим все детали этого бюста и сделаем дубликат. Дубликат нам нужен, чтобы с ним работать именно в качестве наметки для лепки. Переключимся давайте на клейберду и вот так вот наметим, допустим, здесь вот будет дыхательный аппарат, а вот так вот наметим подшлемник. Все, когда это все намечено, все это можно выгладить, вот так все это будет выглядеть. И теперь какие детали работают при составных моделях, вот именно составные в шлеме. Первая деталь, это можно использовать сферу. Открываем сферу и перейдя на нее, чуть уменьшим и подкорректируем, уже поставим туда, куда нам надо. Вот пусть будет первая деталь, это задняя вот эта часть. Резка идет у нас Ctrl-Shift, выбираем Trim Curve и вот так вот можно резать. Режем левую часть, а потом заходим в Modify Topology и ставим Mirror and Well. Вот что-то такое у нас получается. Вот такая у нас получается заготовка. Ее мы можем потом подкорректировать, вот так чуть вывести на задний план. Здесь можем еще тоже обрезать или поработать маскированием. Вот так вот можно поставить маску. Вот так вот масочкой можно пройти. Здесь можно чуть-чуть побольше очистить. Показываю быстро, так что извините, что кривовато где-то будет. Вот что-то такое будет и теперь можно поработать в деформации. Допустим, твистом. Вот так там перекрутить ее. Так как-нибудь. Теперь можно поработать сайзом. Или прибавить чуть-чуть, или уменьшить. В принципе, вот так что-то будет получаться. Снимаем выделение. Жмем Polish. В Geometry. В Modify Topology сделать симметрию. Вот что-то так вот будет получаться. Поначалу. Так. Что еще мы можем добавить? Можем добавить теперь шлем в верхнюю часть. Опять же можно использовать либо кубы, либо опять же сферу. Все это опять же работает разными инструментами. Вот так вот сделаем. Переключимся опять же на резку. Вот так отрежем. И, наверное, вот так еще чуть-чуть, чтобы лицо открыть. Вот. Можно приплюснуть теперь ее с помощью MOV. Поставить симметрию. И вот так вот чуть-чуть сделать. Так. Теперь симметрию можно отключить и уже подогнать ее где-то вот так вот. Вот. И опять же работаем. Мир and well. Теперь вот эту часть можно вырезать. Используя. Так. Вот эту вот писть. И делаем опять же Dynamesh. Смотрим, что у нас тут получилось. Делаем Ctrl W. Вот так у нас получается. И сзади вы видите, что прикольно получилось. Что теперь можно сзади сделать? Ну, можно добавить там два патрубка. Патрубки у нас выходят. Можно сделать из цилиндров. Ставим цилиндры. Переключаемся. Опять же уменьшаем. Работаем опять с ротацией. Вот так вот их можно выводить. Ну, можно вот сюда их, в принципе, под шланги потом подставить. Здесь у нас будет два шланга подключаться. Вот так мы их введем. Все нормально. И опять же можно сделать мир and well. Вот уже вы видите, что нормально что-то получается. И давайте поработаем немножко с забралом. Пусть модель сама ведет, как что сделать, если у вас нет чертежа там или плана какого-то, где какая деталь должна быть, что из чего состоит там. Так, и теперь давайте стекло сделаем. Стекло тоже будем делать с цилиндра. Так, это я поставил куб. Вставляем сферу, тогда лучше использовать. Ну, можно и цилиндр, он более уже покатый. Так что, кому как удобно. Подгоняем вот так приблизительно, как это хотелось бы видеть. Выравниваем и чуть-чуть корректируем. Вот где-то такое может быть стекло у нас получится. Как его обрезать? Можно сделать опять же дайна-мэш. И переключиться на резку. Это вот эта вот кисть. Клипкиру. И вот так вот ее чуть-чуть обрезать. Давайте посмотрим, как она получилась. Вот видите, какой у нее вид. Потом можно его углубить там, доработать. Ну, пока наметка пойдет. Вот уже что-то интересное получается. Здесь можно ремни сделать. Крепежа. Тут можно еще поверху ремень какой-нибудь пустить. Или крепеж. Вот такие вот возможности. Также можно цилиндры сюда вставить. Работать можно опять же с мофт Apology. Побольше ее вставите. И вот так вот корректируете. Работать можно сразу с симметрией. X включаете. И вот так вот. Вот уже у вас получился шлем. В принципе, если дальше доделывать. И неплохой. Такие детали. Здесь можно шланги пустить. Шланги можно делать из-за сферы. Или уже готовые курвы, если есть. Вот так вот провели и подсоединили. Еще есть здесь уже готовые детали. Вот. МММ модели. Нажимаете М. Английскую. Или букву в мягкий знак. И вот у вас много всяких деталей. Вот возьмем вот эту решетку, допустим. Или вот эту вот можно взять. Давайте вот эту вот возьмем. Уменьшим дров сайс. И вот куда-нибудь. Ну, тут можно поставить. Вот так вот. Все это будет выглядеть. Если мы переключимся на именно шлем. Вот. То на него ставим. Вот так вот вытягиваем. Вот так вот вытягиваем. Все уже симпатично. Уже что-то стало более-менее весело. Ну, вот что-то так вот преобразуется в шлем. Так. Детали еще можно использовать. Здесь вот много их есть. МММ от App Parts. Его включаете. Здесь у нас есть гайки и всякие вот для патрубков. Уменьшим дров. Если вы вот так вот переключитесь, допустим, на лицевую часть, то можно на нее поставить это все. Вот пружины получились. Давайте попробуем что-то другое. Ну, вот это вот, наверное. Это что у меня выходит. Везет мне на пружину опять. Так. Вот уже вот такое. Отсюда можно пустить шланги. Эту часть можно или сделать еще из какой-нибудь детали. можно использовать. Для нее может быть. Ну, не знаю. Ну, можно опять сферу. Чтобы по-быстрому можно было объяснить. Так. Жмем Size. Жмем Move. Вот такая штука получается. И что можно из нее еще сделать. Это вот опять же используем Moff Topology. можно ее вот так вот работать с симметрией. Чуть выше вот так приподнять. И сюда вот так вот ее вывести. Вот так вот. В принципе прикольная маска получается. Можно ее даже сделать вот так вот. Вытянуть и здесь чуть смять. Вот уже что-то еще лучше получается. Вот принцип вот в этом заключается. Вот так вот все и моделируется. Здесь вот еще часть можно добавить нижнюю. Ее можно добавить. Так, с цилиндра. Давайте попробуем, что можно делать с куба. Включим куб и уменьшим его до размеров. Вот так вот. Все. Теперь включим прозрачность. И вот можно сделать дайномышину. кубу. Добавить ему дивайдов. Если надо. Переключиться на вот эту вот резку перо. Добавил с бальдом. Нет. 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 Нас избегение. И вот такое что-то у нас будет выходить. Если мы вырежем кругом ее, то будет еще лучше. Вот такая подготовка для верхней части. Ее можно также потом приподнять, что-то еще где-то до нее добавить. Поработать с маскированием вот так вот. Спасибо. 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 Уходя в деформацию, можно тут чуть-чуть где-то чего-то сделать. Прибавить Size можно. Использовать Smooth. Вот так вот. И чуть-чуть можно вот где-то использовать Twist. Вот так что-то выходит. И поработать, включить Relax. Relax. Relax у нас в деформации. Вот уже все мягче. Еще можно где-то дорезать. Вот что-то такое может у нас получиться. Все. Всем пока. До свидания. Хороший год. Чтобы вам